здравствуйте уважаемые разработчики мы с вами сегодня поговорим о том какая интересна библиотека react и для чего она используется меня зовут тарасов алексей владимирович и я веду курсы в центре специалист уже более шести лет являюсь сертифицированным преподавателем веду курсы почти mail javascript печки москвейл но и принципе поэтому сегодняшняя тема она как-то связана с жала скриптом в центре специалист уже уже более тысячи курсов и сегодня мы поговорим с вами по теме которая предваряет еще один интересный курс и первым делом мне хотелось бы сразу прояснить что же такое react.js react.js это очень популярная javascript библиотека которая используется для построения пользовательских интерфейсов некоторые могут сейчас задаться вопросом чем она отличается от других интересных javascript решений ведь существует множество javascript фреймворков многие слышали о том что есть angular есть amber есть backbone и другие есть много различных javascript библиотек это jquery это прототайп это mutus а в чем отличается react от них react отличается от них тем что он не является фреймворком его нельзя сравнивать с ангул аром с эмбером и другими и он не является привычной библиотекой в смысле jquery он заточен на компонентный подход здесь нужно пару слов сказать о проблемах которые возникают у разработчиков при создании веб страниц как в приложении какие проблемы возникают допустим вы верстаете некоторый html элемент в рамках какого-то пункта например каталога товаров или чего-то еще вы обязательно создаете у него такую структуру которая содержит дивы спины и в общем то вот такая вот структура является кинда за каким-то завершенным фрагментом верстки который постоянно повторно используется если вы будете использовать на чистом html повторяющуюся структуру очень быстро устанете соответственно вам понадобится какой-нибудь язык программирования серверные языки программирования в этом смысле достаточно интересно подходят она есть еще возможность джаваскриптом это все отрисовывать если вы будете отрисовывать какие-то компоненты некоторого каталога интернет-магазина или пункты меню или что-то еще на чистом джаваскрипте имеется ввиду браузерный джаваскрипт дом события и основы синтаксиса вы быстро получите то что называется кашу будет программируемая каша если вы начнете использовать jQuery в первый момент вам покажется что вы себе очень серьезное занятие облегчили но со временем когда вы обнаружите что jQuery тоже образует кашу но только чуть-чуть более такой структурированную вам тоже это очень быстро не понравится так вот react позволяет очень четко скомпоновав написанный код на джаваскрипте разнести отдельные компоненты будущего приложения по разным файл и потом надо необходимый момент собирать из них приложение друзья у нас будут вопросы в аудитории и вопросы в чате я буду периодически на них прерываться отвечать первый вопрос где взять презентацию я скидывал в чат ссылку и попозже в конце занятия еще раз продублирую ссылку на презентацию алексей я не понял ваш вопрос итак где используется react.js она используется достаточно огромных компаниях и в серьезных решениях некоторые ссылки на некоторые из них я привел пример фейсбук walmart r&b netflix и instagram кстати тоже использует решение react а вообще сама react она была разработана и разрабатывается разработчиками фейсбука говорит о том что поддержка этой библиотеки обеспечена а у нас вопрос в чате егор задает вопрос код джаваскрипта и джеквери тоже можно выносить в отдельные файлы да конечно код джаваскрипта и джеквери тоже нам выносить отдельные файлы и мы сейчас столкнемся рано или поздно с ситуацией до возникнут вопросы у некоторых могут возникнуть вопросы ну и чем же все-таки лучше react когда мы можем это сделать на джеквери это постоянно бывает люди которые изучили чтим и приходят на джаваскрипт и говорят но чем это лучше можно сделать на чистом и чтим или а те которые побывали приходят на джеквери говорят это можно чистить на чистом джейси скажем так поверьте на слово что при постояне более сложных приложений вы очень серьезно ощутите разницу и так несколько плюшек фишек которая позволяет делать реакт ну я из этих вот трех пунктов пожалуй два самых интересных таких громких объясню это virtual дом и gsx что такое virtual дом это что такое дом это документ object model это объектная модель документа предполагается что вы знакомы с объектной моделью документа на уровне джаваскрипта так вот если вы плотно и долго занимались домом вы должны знать что работа с домом она считается и являются тяжелой работой это означает что вы какие-то сложные преобразования дома выполняя всегда будете заставлять ваш gs на странице в той или иной степени притормаживать другой вопрос будет ли это видно нашим посетителям сайта или нет то есть еще работа с домом это тяжелая работа а react.js представляется виртуальный дом что только виртуальный дом это некоторые виртуальный слепок дома который создан на объектах джаваскрипта так вот вся работа с домом в react.js происходит через виртуальный дом или проще говоря все сложные вычисления делается сначала на виртуальном доме а потом в момент отрисовки так называемого рендеринга этот виртуальный дом меняет реальный дом причем только в тех местах в тех узлах которые реально произошли изменения это очень здорово это повышает производительность системы и очень благополучно сказывается на всем приложении в целом второй термин на котором бы хотелось поговорить это gsx gsx это расширение синтаксиса для джаваскрипта помимо джек помимо реакта есть и другие библиотеки которые используют альтернативные подходы gsx позволяет использовать как бы синтаксис html внутри библиотеки и создавать свои собственные компоненты привычными для нас описание давайте дальше перейдем к следующему слайду для несколько моментов потому где может работать react первым делом react конечно же может это работать в браузере если кто-то слышал про работу джаваскрипта на серверной стороне то есть то gs react и там может выполняться но и самое интересное еще возможность реакта многих она интригует это react native подразить под подвид библиотеки позволяющий писать приложения для мобильных платформ то что на джаваскрипте и на html можно создавать приложение знают под android и под ios знают уже многие но вот то что это может делать на реакте это для некоторых может оказаться новинкой причем то что получается у вас в результате она достаточно работоспособный может быть использована итак давайте немножко поговорим о примере как выглядит джесс их скот самый простой джесс их скот реактор здесь на слайде приводится пример автор библиотеки дэна абрамова маленький пример библиотеки который показывает как создается компонент на реакте я немножко замедляюсь потому что то что вы сейчас увидите она будет с одной стороны содержать знакомые вещи а с другой стороны будет для вас полностью чем-то новым и так приложение на реакте обычно отрисовывается следующим образом берется некоторый объект react дом у него называется метод рендер метод рендер это отрисовка то есть у нас сейчас вот этот фрагмент отрисовывает что-то что же он отрисовывает он отрисовывает некоторый компонент h1 вот этот компонент h1 в некотором html элементе с идентификатором root опять же если вы знакомы с домом с джаваскриптом с домом то документ get элемент баяди этот метод у вас не должен вызвать каких-либо проблем если вы не в курсе что такое get элемент баяди я к сожалению должен констатировать что возможно вебинар будет не продуктивно вами воспринять ну и мы можем принципе посмотреть результат посмотреть как это все выглядит посмотрим на html код div id root это html содержимое всегда мы в реакте будем отрисовывать все наши компоненты в рамках какого-то был блочного элемента и обычно для этого создается div id root или там div id app application и так далее а вот у нас а отрисовка вот этот компонент отрисовывается для айдишника div id root и у нас здесь появляется ну на что стоит обратить внимание в этом примере дело в том что разработчики react очень активно используют современные стандарты языка javascript если вы следите за новостями в мире javascript то вы знаете то что сейчас самый свежий стандарт как называется кто знает какой самый свежий стандарт javascript а 6 7 7 спасибо григорий алексей андрей пишут 7 взят современные версия стандарта называется 7 но будем откровенны даже 6 версия еще не полностью поддерживается всеми браузерами а разработчики react а они очень активно используют шестую версию и у нас возникает проблема мало того что многие из нас шестую версию не знаю будем откровенны курс по 6 версии в центре специалист пока что даже не анонсировал уже есть но он еще даже не анонсировал такой вот самостоятельный курс а тут еще оказывается react его используют и это первая проблема как заставить работать react на с 6 в любом браузере приходится подключать некоторую библиотеку под названием бэйбэл если вы не слышали об этой библиотеке ничего страшного библиотека бэйбэл называется транспайлером ну это громкое название которое первое раз когда я услышал она меня поразила до глубины дыши звучит так как транспайлер на самом деле ее особенность простая он берет java script на синтаксисе из 6 надо посмотреть может без седьмого уже тоже и конвертирует это все в рабочий код на есть 5 то есть это начинает работать везде с одной стороны у нас появляется счастье мы можем работать всегда и везде с другой стороны наше счастье мручено весом этой библиотеки получаемый код обычно в районах в районе мегабайта весит в общем-то в браузере особо часто так вот много не поработаешь и есть соответствующие проблемы мы рассматриваем именно браузерную версию поэтому я про браузерный вариант и говорю вот поэтому когда вы будете пробовать если вы будете пробовать работать с реактом например через сервис кодопин айо я рекомендую вам в настройках выбирать javascript репроцессор бейбл и только в этом случае потом переходить уже подключение самого реакта иначе ваш код может не работать в браузерах отличных от google chrome а в обычно чаще всего все получается днем чаще всего все получается александр задает вопрос почему используя айди они класс как например по специфике бэм ну это вопрос можно конечно перед рисовать дэну вот это конкретно его пример кода на самом деле можно использовать что то что то ну то есть как бы это это не жесткое требование мальдишник или класс можно так можно так главное чтобы у нас был контейнер куда мы добавим содержимое есть такое а теперь друзьям я предполагаю что вы могли запустить вот эту спи вот эту ссылочку если хотите вместе поработать или просто можете посмотреть на то как буду изображать изменять код я и получить представление о том как создается свой собственный компонент поехали посмотрим смотрите первым делом вот это вторая строка она содержит как бы html но это не чем и это gsx обратите внимание что в стандартном джаваскрипте мы не можем написать какой-то кусок текста без кавычек это gsx это джаваскриптное расширение теперь я хочу создать на нашем сегодняшнем вебинаре небольшой компонент который будет представлять собой фрагмент приложения список дел на сегодня все сталкивались называемый to do list список дел пишем отметили галочку дело выполнено не отметили дело еще не выполнил давайте вспомним какие чтим элементы нам могут пригодиться для этого во первых нам понадобится input type текст это html элемент ввода текста во вторых нам о чекбокс чекбокс прошу прощения чекбокс галочка во вторых нам понадобится html элемент label это подпись под этой галочкой и поскольку мы все-таки разрабатываем компонент надо чтобы все эти элементы были обрамлены в единое целое то есть какой-то див с каким-то классом к слову в реакте нельзя в рендере отписать несколько вот таких gsx компонентов рядом идущих нужно чтобы возвращался только один компонент этот один компонент может себя включать другие но еще раз возвращаемый должен быть всегда только один обязательно так у нас несколько вопросов возникло да да вы правы а может быть может быть несколько новозвращается только один даже смотрю ложными если я сейчас напишу тут пару элементов у меня будет ошибка вы смотрите я беру этот же h1 даже вставляю вот сюда и по-хорошему возникает ошибка какая on expect и кто-нибудь я не понимаю так неправильно с одним элементом все нормально а говорит юрий пардон здравствуйте юрий подключайтесь вникать алексей задает вопрос с webjl применим react.js знаете нет у react.js есть куча ограничений плюшки не просто так нам даются с webjl придется очень серьезно париться и я бы не советовал связывать react.js с webjl более того я бы не советовал использовать react при построении каких-то именно мультимедийных приложений потому что там есть проблемы при работе за дома то что мы в доме делаем обычно в компонентах там круто а вот где там динамика графика что-то еще нет не рекомендуется теперь следующим моментом я записываю вот здесь вот некоторые чтим элемент который мы поговорили input type checkbox но я опять проговорился это не и чтим элемент это компонент и у нас возникает сразу checkbox вот здесь полноценный checkbox все как положено я указываю у нашего компонента атрибут name атрибут некоторый идентификатор например х1 вот а рядом указываю лейбл надеюсь что вы хорошо знаете чтим и у вас не вызывает проблем этот и чтим элемент если же он вызывает проблему то опять же надо знать на предварительные знания не чтобы вебинары типа этого чувствовать себя комфортно используя проводить время здесь у вас будет диск класса ру вот здесь у вас будет закрывающий дев вот приблизительно вот такой будет расклад ну а вот здесь он будет слово пункт слова в пункт пожалуйста так хорошо теперь кто помнит какой атрибут используется в html для того чтобы связать лейбл с инфутом наверняка помните как он называется он называется фолк вот так вот он называет тогда нажимаю на лейбл у нас в импуте будет выделяться галочка но в реакте друзья но в реакте это не сработает потому что вот это что это такое скажите пожалуйста что вот это такое что вот это такое что вот это все такое что это это gsx это не html а значит название компонента нужно писать и там его трибуру так далее формате javascript ну а в джаваскрипте кто на втором расширенную курсе будет у вас узнаете что именно для атрибута for придумано свойство html for то есть она в джаваскрипте называется по-другому и только когда вы напишите вот здесь вот так у вас этот пункт начнет работать он преобразит реальный атрибут for html элемента проверьте сейчас ваш код слушателям вебинара у меня есть возможность скинуть в чат фрагмент чтобы как-то чуть-чуть ускориться слушателю в аудитории приходится полагаться на свои силы вот такой вот фрагмент теперь когда вы видите вот такой огромный кусок кода который выводит только чекбокс и и лейбл вас может закраться абсолютно справедливая мысль а зачем писать столько когда мы могли просто обычный чекбокс сделать ну то есть как бы силы потратим оказывается что хорошей практикой является еще раз компонентность в реакте компонентность мы можем от div class row вынести в отдельный компонент либо в виде джаваскрипт функции либо виде джаваскрипт класса я сейчас вынесу код вот этого компонента div class row видео отдельные функции название которое придумал самостоятельно уточняет егор писать код принято именно страницы html и не выносить отдельно нет 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 ни в коем случае джаваскрипт рекомендуется выносить отдельно более того каждый компонент должен в идеале лежать в своей папке в своем файле но его у нас сейчас все-таки такой вебинар на 45 минут плюс-минус там да и мы не можем себе позволить таких вот роскошеств поэтому я буду записывать коды на странице как бы либо в тегах скрипт либо как бы при подключаемом джейсе ну то что кодопен нам в принципе и предлагает в таком ключе а юрий говорит html4 вот это да первый раз да 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 джейсе именно html4 for рассматривается абсолютно теперь смотрите что я делаю я забираюсь чуть повыше и создаю над нашим react дом рендером функцию обычную джаваскрипт функцию с будущим названием нашего компании вот пожалуйста мальчик бокс функция и посмотрите как устроена эта функция у нее у этой функции идет притерн а дальше чтобы было видно так в идеале а дальше весь код который мы писали с диво в классом ру я помещаю в return этой функции опять опять некоторых может смутить ритерн и вот такого вот куска кода в общем то это немножко может показаться странным потому что это же не строка это же gsx кто-то может забыть об этом а теперь происходит нечто интересное я беру название нашей функции и описываю как будто у меня подключается компонент причем компонент обязательно должен быть закрыт если он одиночный если он пустой как бы компонент элемент слэш ставим если нет то закрывающий тег будем и вот у меня по-прежнему все работает видите да как здорово то есть что получается получается что я могу запросто создать пару компонентов правильно да и мне не нужно писать по два раза div class row input label не нужно достаточно достаточно вот этих два компонента чтобы у меня все отобразить вот давайте опять же сразу я покажу как это все работает через несколько секунд об этом поговорим про компоненты тоже все будет очень интересно да конечно можно и так я беру и говорю вот этот компонент 1 а вот он будет компонент 2 уважаемые слушатели если вы внимательно слушали первую часть вебинара вы сразу поймаете себя на мысли что вот этот код неправильный ну давайте у вас есть возможность отличиться почему этот код неправильный вот этот вот почему он неправильный два элемента а надо возвращать один элемент срочно исправляем ситуацию берем и все что угодно там я не знаю например div пишем какой-нибудь div div там даже можно пока без класса время не теряет просто div 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 раз раз открыл закрыл внутри два компонента и мне отрисовались что два пункта с двумя чекбоксами вот они вот они кто-то должен немножко счет форматировать чтобы красивенько было спасибо или классы а так уточняет у нас лететь функция всегда тут передается в кавычках со слышим так секунду а где у нас функция передается в кавычках со слышим а угловой скобки до алексей в понятиях реакта это уже теперь компонент gsx компонент функциональный есть еще и виде класса компоненты мы их не будем сегодня рассматривать мы пишем название нашей функции теперь это компонент в терминах реакта и у нас получается вот смотрите ольга замечает а чтобы были разные названия пунктов друзья если вы внимательно посмотрели вы могли обратить я когда нажимал на пунктики посмотрите что происходит в эти раз нажимаю на нижний пункт а выделяется верхний видите да все идут каких случаях это может происходить это происходит в тех случаях когда у наших элементов правильно александр говорит айди одинаковый у нас айди одинаковый и чтимов одинаковый у нас вот эти все параметры одинаковые нам нужно сделать нашу системой бу нашу систему более гибкой чтобы она умела разные неймы разные пункты писать вот здесь вот у реакта есть ответ на этот вопрос в реакте предполагается что вы в качестве аргумента у вашего компонента вот здесь всегда прописываете параметр атрибут под названием props props это не просто название атрибута это такое достаточно часто используемые всеми разработчиками реакта js обозначение параметров которые будут потом использоваться в вашем компоненте вот так props как только вы вот тут прописали props это означает любые как бы атрибуты параметры из чек-бокса попадут вот сюда то есть чтобы решить две проблемы с разнованиями пунктами разных и правильного отметить отметки вот этих вот фрагментика мы теперь должны забраться вот сюда в ней и сказать враг внимательно посмотрите props точка ней props ней эти да props на самом деле мы можем сами придумывать какие тут будут обозначения наши выборы наша задача ну я чтобы сильно не разными вариантами не смущать я везде назову параметры в прописе также как они называются у нас потребуйте props name props айди вот так же props айди будет у нас дублироваться вот тут вот где был c1 вот так а вот тут я напишу props label и так я придумал что у нас в компоненте мальчик бокс можно будет задавать следующие параметры первым делом можно задавать параметр айди и айди будет обозначать обозначать идентификатор наших элементов вот он один айди один а вот он айди 2 всем все понятно все идет вот этот айдишник вот этот айдишник через props и попадает в нас джет наш джесс x и подставляется как уже реальный айдишник в конце при рендеринге тачки мол элемента очень удобно этот c1 попадет у меня и в айдишник и в html фо сразу одним маком ошибка исключена потом лейбл указываю лейбл лейбл равняется пункт 1 и вот тут вот лейбл равняется чему пункт 2 теперь ну так вот чтобы было видно все у меня появился пункт 1 у меня появился пункт 2 они работают как бы независимо друг от друга и логика очень удобно мы можем еще пару чек-боксов сюда добавить всего лишь изменить у них идентификаторы и лейблы нас вопросы пошли юрий задают а стиле можно добавлять ну с точки зрения реакта я бы рекомендовал вам работать не со стилями напрямую а использовать работу с классами и идентификаторами да ну например например это может быть как-нибудь следующим образом берем класс пишем все с потом назначаем нужный класс нашего элемента обратите внимание уважаемые слушатели что слово класс в java скрипте и является за и резервированным словом нельзя взять и сказать класс ру и думать что там мы привяжем стиле вот смотрите если я просмотрю исходный код нашей страницы вот вот этой то я не обнаружу у дива никакого класса видите никакого класса почему почему потому что это не чтим это джесс x а чтобы класс был нужно написать обозначение с джесса классные классные и как только я классные напишу у элемента при просмотре кода появится потом класс ру вот пожалуйста кто был у нас на курсе джесс расширенным он этот момент знает вопрос я покажу хорошо теперь следующим шагом мы хотим написать функцию обработчик при нажатии который будет срабатывать при нажатии на наш вот этот вот чекбокс потому что у нас работа на этом будет замешана те кто знает работу с джаваскриптом на уровне дома и событий то что вы сейчас увидите но немножко может потрясти потому что непривычный подход а именно внутри вашей функции компонента мальчик бокс вы записываете функцию придумываете название которое будет как-то описывать обработку события и получаете на вход как обычно событие а соответствующем элементе в импуте это вот тут там где я сейчас return возвращают gsx я прописываю такой параметр который называется он клик здесь очень легко допустить ошибки посмотрите внимательно них с несколько моментов во первых он клик записывается в канал стайне то есть буква си за главный идет и это очень важно необычный необычное свойство там или атрибутом клик это gsx вариант саму функцию обработчик мы записываем в фигурных скобках он клика он клик равно фигурных скобках клик хендлер это тоже немаловажная часть если вы запишите ее в кавычках как мы привыкли на джесс джаваскрипт расширенным это делать у вас ничего не сработает теперь теперь внутри клик хендлера события которое приходит е внимание тут 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 это не то самое событие которое мы на джаваскрипте расширенным привыкли получать ну чтобы никто не огорчался я хочу сказать что есть повод для радости если джесс расширенным мы узнаем что событие которое приходит она зависит от браузеров то вряд джессе вот это событие а она не то же самое но реактовская и она написано и обрабатывается так что она уже заранее кросс браузерной то есть хоть в этом есть такой ощутимый большой плюс мы берем внутри этого события и выполняем какую-то движу ну например е . таги обращение к целевому элементу next sibling то есть посмотреть соседа справа ставил у нас кто-то спросил можно ли к стилям напрямую вот я сейчас вот так вот небрежно напрямую к стилям обращаюсь текст декорейшин декорейшин это что такое у нас помните это оформление 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 текста и дальше обычным тернар ником я проверяю если у нас чекер ну то есть выделен наш элемент который мы сейчас выделяю нажимаем то есть машинку то значение будет line true это что такое это перечеркнутый текст а иначе текст будет не перечеркнут то есть вот да я сейчас очень так вот скажем грубо залез в css и там это все дело поменял и в общем то ну не скажу не скажу что-то хорошо это скорее плохо но для того чтобы вам было проще это сделал кину напрямую и теперь если она чек-бокс нажимаем не перечеркивается пунктик видите да раз перечеркнулся два перечеркнулся эти как здорово выполнено 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 достаточно удобно и получается у нас реализация достаточно удобно и глядя и так мы получили небольшую наработку которая позволяет нам перечеркивать готовые кусочки текста и последний маленький штришочек который я хотел бы сейчас здесь добавить я бы хотел вместо того чтобы напрямую css здесь отменять добраться вот сюда вот в раздел css а и и добавить новый класс назвав его май чек бокс чеки это класс который будет окрашивать наш элемент когда он наш элемент будет находиться в состоянии в состоянии выбора то есть мы его выбрали вот что мы сделаем мы сделаем приблизительно как-то так значит 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 лейбл у нас будет серого цвета 999 и текст декорейшн line круг это раз вот так вот вот так вот если будет элемент выбран да 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 а если у нас там будет input для input отдельное свойство напишу так вот input то у него будет opacity ну там 07 например давайте посмотрим получилось у меня моя идея или не получилось а ну рано еще смотреть я с классами вот тут вот не поработал значит еще раз маленький кусочек кода позволяет мне сейчас заранее подготовить вот css для реализации а теперь вместо вместо next sibling и всего остального то что я вот тут сотворял видите да я указываю что меняю у parent нода у родительского элемента нашего чайбокса кто родительский элемент у чайбокса div div class row я меняю у него классные свойства классные css с вашего позволения я здесь сделаю так да можно поставить на минуточку у нас вебинар сейчас идет ага хорошо вот это к нам подойдет обязательно обязательно конечно у нас уже по времени официальный вебинар должен быть завершен поэтому вебинар администратор дождался но я еще не закончил поэтому продолжать а теперь мы вот тут вот тот же самый и таки чеки проверяем равно тернарник и указываем класс если да то у нас будет май чекбокс тире чеки вот так вот чеки а иначе ну я там по-моему не писал никакого класса для этого случая он чеки но я на всякий случай поставлю потому что пригодится и проверяю свою работу видите выбрал пункт он стал сереньким два пункта серенькие вот они мы сейчас создали компонент который может в дальнейших проектах использован быть путем подключения функции май чекбокс и прописыванием при рендеринге обозначением май чекбокс с нужными параметрами ну вообще по-хорошему если вы с реактом первый раз сейчас столкнулись то вы на это все должны смотреть вот так вот и думать 525 что-то как-то работы много а результата не так но на самом деле сделав один раз вот такой вот замечательный результат потом вы можете это дело дублировать и продолжать работу над этим в общем рекомендую присмотреться уважаемые слушатели вопрос в чате какие есть примеры известных сайтов с использованием реакт ну я вначале да говорил фейсбук инстаграм волмарт айрн бит да то есть их очень много на самом деле и эти все сайты достаточно крупные но слуху представляют собой сложные веб-приложения вот спрашивает алексей все-таки какое преимущество реакта перед простым джейсс не позволит вам гибко создавать и поддерживать сложные насыщенные приложения а компонентный подход позволяет разложить по полочкам любую любой интерфейс любое представление поэтому самое можно просто джейсс тоже можно так сделать но еще раз раскидав все фрагменты интерфейса на набор компонентов во-первых их можете повторно использовать во-вторых если у вас спросят почему у вас будут серенькие они красненькие вы сразу моментально сможете отреагировать найдя нужные компоненты поменять содержимое а вот если у вас будет простой джейсс а будет несколько тысяч строк вы элементарно можете запутать в этих соснах и в этом случае будет проблема Егор задает вопрос можно комбинировать в одном приложении ангулар джекуэри и реакт да разработчики реакта разрешают и даже рекомендуют комбинировать приложение если это необходимо допустим у вас уже есть приложение на там джекуэри или там ангуларе вы можете это дело вместе с реактом выиграть и использовать абсолютно верно ну я сделаю форк того что я сейчас написал вот так вот анонимное конечно да и результат который получился отправляю вам уважаемые слушатели слушателям в аудитории в сетевую папку обязательно тоже добавлю а пока возвращаюсь к нашей презентации и друзья мои наша презентация и вебинар были бы не полными если бы я не прорекламировал курс по реакту g и gsx который уже анонсирован на сайте в расписании есть 16 академических часов 4 модуля очень много интересных примеров создаем небольшое приложение на реакте получается очень удобная работа единственно предварительные требования какие предварительные требования знание javascript уровня 2 расширенные возможности если вы не заканчивали этот курс я не советую вам на реакт идти вы только потеряете время и второе это знание стандарта ES6 либо вы его самостоятельно изучили ES6 либо ну я жду с дня на день анонса в центре специалист курса по ES6 поэтому следите за новостями записывайтесь на курс и я надеюсь вам понравится работа с ReactJS на этом у нас на сегодня все с вами был Алексей Тарасов и крупнейший центр в России центр компьютерного обучения специалист.ру всего доброго до связи до сих пор до сих пор